Яна Златоустова, ваше молодое вдове. Продолжение. Если же ты жалеешь еще о том спокойствии, каким прежде наслаждалась при нем, а может быть и о тех надеждах, какие представляюсь ему еще на большей почести, я слышал, что он скоро мог достигнуть высокого места градоначальника, а это больше всего, думаю, мучает и смущает душу твою, то представь себе тех, которые были на высшей, чем он, степени достоинства и кончили жизнь весьма жалким образом. Напомню тебе о них. Ты, может быть, слышал о Феодоре Суцилийском. Он был из числа очень знаменитых мужей, превосходя всех красотою, величественным видом и дерзновением пред царем, и имея столько силы, сколько никто из приближенных к царю, он перенес нескромно это благополучие, но замыслив зло против царя и быв уличен. В этом был Казьмин весьма жалким образом. А жена его, нисколько не уступавшая твоему благородству, ни по воспитанию, ни по происхождению, ни во все других отношениях, вдруг лишилась всего своего имущества и даже свободы, была включена в число домашней прислуги и принуждена была жить хуже всякой служанки, имея то преимущество перед другими, что своим чрезвычайным несчастьем возбуждало слезы у всех видевших ее. Рассказывают и об Артемезии, жене очень знатного человека, за то, что и он стал домогаться верховной власти, она доведена была до такой же бедности и ослепла, потому что частью великость печали, частью множество слез помрачили ее зрение, и она теперь нуждается в сторонней помощи, чтобы дойти до чужих дверей и таким образом получить необходимую пищу. Мог бы я указать и на многие другие семейства, потерпевшие такое унижение, если бы не знал благочестия и благоразумия твоей души, которая утешения в своем несчастье и не желает искать в чужих бедствиях. В упомянутые примеры я представил я теперь только для того, чтобы ты убедилась, что дела человеческие ничтожны, и что поистине, как сказал пророк, вся красота, как цвет полевой. Пророк Исаия 46. Чем выше человек поднимается и чем больше приобретает блеска, тем глубже бывает его падение. И это бывает не только с подчиненными, но и с самими царствующими особами. Нельзя найти частный дом, который был бы исполнен таких несчастий, какими бедствиями бывают исполнены царские чертоги. И преждевременное сиротство, и вдовство, и насильство, и смерть, и убийство, гораздо беззаконнейшие и тягчайшие тех, о которых рассказывается в трагедиях, особенно поражают облеченных этой властью. Оставив древние примеры, скажу, что из царствовавших в наш век всех их было всего девять, только двое окончили жизнь обыкновенную смертью. Из прочих же один погиб от мятежника, другой на войне, третий от козни своих телохранителей, четвертый от самого того, кто избрал его облег багреницую. Жены их умерли, как говорят. А нет, яда, другие от самой печали. Из остающихся доселев живых одна, у которой есть дитя, сирота дрожит от страха, чтобы кто-нибудь из властителей не погубил его из опасения касательно будущего. А другая едва по хадатайству многих возвратилась из ссылки, в которую раньше отправил ее властитель. Из жен ныне царствующих особо дна, освободившись от прежних несчастий, вместе с этой радостью испытывает и большое горе, потому что властитель еще очень молод и неопытен, и окружен множеством зложелателей. А другая совсем истомилась от страха и живет хуже осужденных на смерть от того, что муж ее с самого времени, как облегся Диадиму и доселе, проводит время на войнах и сражениях. И больше, чем от несчастья, и страдает от студа и всеобщих укоризм. Ибо никогда прежде не было того, что случилось теперь, чтобы варвары, вышедшие из своей страны, проникли на тысячу и даже на несколько тысяч стадий в нашу землю, сожигая селения, разрушая города. Они не думают возвращаться домой, но как будто, забавляясь игрою, а не воюя, издеваются над всеми нашими. А кто-то из их царей, говорят, сказал, что он изумляется бесстыдству наших воинов, которых режут более чем овец, они еще надеются победить и не хотят выйти из своей местности. С вами говорил он, уже присытился, часто поражая их. Каково думаешь на душе у царя и его супруги, когда они слышат такие слова? Продолжение следует.